Рустам Марсович Аляуддинов Здравствуйте, прежде всего я прошу вас представиться и немного рассказать о своей компании Добрый день, меня зовут Рустам Аляуддинов Я генеральный директор компании ДМ-Технологис Наша компания занимается поставкой металлорывающих станков с ЧПУ токарно-фрезерной группы и технологии, связанные с этими станками для наших заказчиков в России, Беларуси и Казахстане для машиностроительных предприятий широкого профиля Я знаю, что вы являетесь членом НСПИМ Скажите, пожалуйста, какую ценность несет для вас участие в данном проекте? Я бы даже сказал, что как компания ДМ-Технологис является членом НСПИМ Я сам также являюсь членом управления НСПИМ Для меня это очень интересно, для меня это важно и для меня это полезно Интересно, потому что это новая организация, объединяющая участников отрасли С новыми взглядами, с новыми движениями По сравнению со мной в большинстве случаев достаточно молодыми людьми Очень активными, очень развивающимися Для меня это важно, потому что мне кажется, что это в том числе Такая общественная деятельность, которая помогает объединить усилия людей И продвинуть отрасль металлообработки в более широкие массы Потому что она очень важна для нашей как текущей ситуации, так и в целом для страны Потому что все, что на нас одето, все, чем мы пользуемся, все, где мы живем и ездим Это все связано с машиностроением А машиностроение, это, собственно, основное средство для машиностроителей Это станкостроение, инструмент Поэтому, мне кажется, это очень важно и об этом не надо забывать Ценно это тем, что мы развиваем эту отрасль Мы вносим в нее какие-то новые идеи Делаем новые мероприятия Например, Национальный металлообработающий форум прошлого года И для нашей компании это тоже ценно тем, что это круг общения Это информация и доступ о том, что происходит на рынке Что происходит в отрасе достаточно быстро Через людей, которые достаточно хорошо и много лет и знают людей Можно найти очень важный, нужный своевременный контакт, например Или получить информацию о каком-то вопросе в этой отрасли И, соответственно, НСПМ помогает в этом таком, так называемом, нетворкинге Тоже очень активно Поэтому это очень ценно Я также знаю, что вы приняли в этом году участие в новой выставке НМФ-2023 Которая прошла в Крокусе Как вы решились на такую авантюру И какие впечатления у вас от этого мероприятия? Я бы не назвал это авантюрой Но это был интересный шаг Потому что это, во-первых, первая выставка В таком, как Национальный металлообработающий форум Во-первых, во-вторых, параллельно тому мероприятию Которое ежегодно много лет собирает огромное количество участников И делать параллельные мероприятия Тому, которые явно будут привлекать большее количество внимания История достаточно, ну, согласен, может быть, авантюрная В этом тоже есть Но было интересно, потому что это, вот как я сказал ранее Нужно что-то новое Нужны новые форматы Нужны новые люди Нужны новые идеи С моей точки зрения То мероприятие, которое проводит экспоцентр Для нашей отрасли Оно стало уже слишком традиционным С одной стороны А с другой стороны В нем не стало той изюминки Искры И какой-то новой идеи Которая продвигает отрасль Стало все достаточно ровно Спокойно Квадратные метры Цена Застройка Приехали, разгрузились Загрузились, уехали Вот Мне кажется, новое движение Новые мысли и идеи Как раз Нужны И Выставок много не бывает И в том числе Форум Чем отличается от Традиционной выставки Что есть Панельные дискуссии Есть обмен мнениями Есть презентации Как новых участников Так и общение Среди участников Которые Давно в этой отрасли Оценить Посмотреть Перспективы Будущее Вот Мне это тоже кажется Очень важно Как Вы считаете Нужен ли нам Импорт станков И инструмента Из Китая И других Оставшихся Дружественных стран Или мы можем Сами справиться Я считаю Что мы должны научиться Чтобы научиться Нужно Что-то перенимать То что у нас Недружественные страны Больше не поставляют Это конечно Большой минус Для наших заказчиков Для машиностроения Потому что Те технологии Которые развиваются И На хорошем уровне В некоторых случаях И Некоторые Ниши Нам Перестали быть доступны И то что делается В Китае Это Мне кажется Это история Которую Они пришли Лет 10 Наверное назад То есть История Про импортозамещение Технологической Суверенитет А то что сейчас Мы активно Поднимаем На самом деле Обсуждали Много-много лет Еще до этого До того Как все случилось На территории Китая Было Уже лет 10 Назад Активное Движение В этой Области И Они Много Что Могли За это время Уже Переняли И Если сравнивать То что было 10 лет назад С Китая И то что сейчас Происходит Достаточно много Новых Технологий И достаточно Хорошего уровня Технологий Они переняли И готовы Нам передать Поэтому Я думаю Что нужно учиться Запрещать импорт Не нужно Но Кроме того Чтобы учиться Нужно еще и делать Сами И я думаю Что мы Если будем Хорошо учиться И делать Достаточно быстро То может быть Потом нам Импорт уже Не потребуется И последний вопрос Какие ваши планы По развитию На следующий год Ну в первую очередь Я вот В нашей презентации Рассказал Что для нас Очень важен Проект Собственного Станкостроения Линейка станков Кобальт Для нас важно В следующем году В этом году Отработать Прототип В следующем году Уже поставить Первые 40 машин И до конца 24-го года Мы должны Завершить Конструкторские Разработки И в 25-м году Представить уже Полностью всю Линейку станков Кобальт Как токарные Так и фрезерные Трехкоординатные Так и фрезерные Универсальные С наклонно-поворотным Столом Это наша задача На ближайшие Два года Может у вас Есть какие-то пожелания К вашим заказчикам И партнерам? Нашим заказчикам Есть пожелания В том, что Нам бы хотелось Нас достаточно хорошо знают По Рынку И Мы на самом деле Еще раз хотим подтвердить Что Мы любим свою работу Мы любим То, чем занимаемся И Мы можем делать Очень хорошие Качественные Станки Что проверено Годами нашей Предыдущей работы И Мы готовы Предложить эти машины Нашим заказчикам И Будем Рады Новым заказам С тем Чтобы Росло наше производство Спасибо большое Спасибо вам Спасибо